Здравствуйте! В эфире программа «Первые лица на Дону» в студии Мария Филинкова. Наш гость сегодня – начальник управления реализацией социальных жилищных программ Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Людмила Зыкова. Здравствуйте, Людмила Александровна! Добрый день! Тема сегодняшней беседы – это государственная поддержка многодетных семей при приобретении ими жилья. Есть ли отдельные какие-то программы по многодетным семьям? Например, если семья и молодая, и многодетная, как эти программы могут друг на дружку накладываться? То есть, каким образом, если отделить многодетных пока от молодых, каким образом они поддерживаются в нашей области, в нашем регионе? Конечно же, мы знаем, у нас действуют отдельные указы президента, так называемые майские указы, где особое место уделено многодетным семьям. Отдельный разговор, наверное, тема отдельной беседы – это предоставление земельных участков. Мы сейчас поговорим о жилье. Поставлена задача помогать, поддерживать всячески и развивать это направление. Поэтому, как я сказала, во всех наших программах установлено, что многодетные семьи, изъявившие желание претендовать на господдержку, имеют приоритет. В ФЦП «Жилище» прямо в постановление правительства Российской Федерации это внесено, в постановление 10.50 был отдан приоритет многодетным семьям. И, соответственно, выстраивая мероприятия по реализации наших областных программ, также отдается приоритет. То есть, если говорить немного цифрами, в рамках ФЦП «Жилища» 49.50%, вот я недавно просматривала статистику, как раз-таки это многодетные семьи. Ну и, конечно же, если рассчитывать, какая же субсидия предоставляется, суммы значительно больше, потому что норма предоставления у многодетных семей – это 18 метров на каждого члена семьи. То есть, в зависимости от состава этих семей, конечно, будет и расчетная стоимость жилья, в зависимости и от муниципалитета, где проживает семья, и от ее состава. Ну и расчетным путем мы понимаем, что размер субсидий также будет варьироваться, ну, в зависимости от состава семьи. И, конечно же, многодетные семьи также претендуют на две субсидии. Как в нашем агентстве они могут претендовать и на субсидию оплаты части стоимости жилья, и на субсидирование процентной ставки, так и, воспользовавшись поддержкой федеральной целевой программы, получив субсидию в размере 30% расчетной стоимости жилья, наше агентство предлагает им субсидирование процентной ставки, прекрасно понимая, что, ну, ежемесячное время расходов, многодетная семья имеет много других направлений для расходов. А вот если семья и молодая, и многодетная, в таком случае она еще какими-то льготами пользуется дополнительно? Значит, она просто счастливая. Она счастливая, безусловно. Счастливая. Да. То есть в данном случае могут пересекаться эти субсидии, а вот в плане какого-то более трепетного отношения к многодетным семьям, это вот и, наверное, и в очередь, да, как-то их быстрее, да? Конечно. Они в первую очередь, да, проходят, например, если говорить о ФЦП-жилище, да, очередь формируется до 1 сентября ежегодно. То есть если подал до 1 сентября, в следующем году ты уже получаешь субсидии. Если подал позже, то тебе год придется подождать. То есть эти сроки тоже надо знать. Сроки, вот когда лучше, до какой даты, да, вот подать субсидию? Мы стараемся актуализировать информацию на наших сайтах. На сайте Минстрой Ростовской области разрешена информация. Но эта дата не меняется? Нет, эта дата не меняется ни в коем случае. До 1 сентября? Конечно. До 1 сентября формируют органы местного самоуправления списки. Поэтому в местную администрацию обращаться нужно, ну, конечно же, заранее. Потому что пока запрос, то и все. Ну, то есть, уходя на меди и каникулы, нужно позаботиться до отдыха о своем жилищном положении, а потом на море детей вывозить на дачу. И в агентство тоже до 1 сентября? Или у вас другие даты? Агентство у нас работает постоянно, формируя списки ежегодно. Непрерывно? Ну, конечно, да. Все мы знаем, мы завязаны под то громкое слово бюджет. Точно так же. Бюджет начинается с 1 января каждого года. И все предложения формируются заранее. Поэтому, ну, конечно, тоже желательно. Чем раньше побеспокоишься, тем раньше будет господдержка. Понятно. Вот как раз-таки сейчас перебила, но я хотела сказать о том, что, может быть, ежедневно сталкиваясь с молодыми семьями, с многодетными семьями, есть у вас пожелания, какие-то слова для того, чтобы вам было легче работать. То есть люди, может быть, периодически одни и те же ошибки, на одни и те же грабли наступают, да, и вот одно и то же. Вот сейчас есть возможность как-то сказать, что вот надо делать так-то, так-то и так-то. Или молодые семьи, они вот все читают, все знают, и это та категория населения, с которой очень легко работать. Ну, так как молодые семьи у нас профессионалы в различных областях, и не обязательно в жилищной сфере, поэтому, конечно же, бывают различные ошибки. Но всегда нужно не бояться спросить, уточнить. Всегда и по телефону ответят на вопросы различные. Есть у нас интерактивы заведены, у нас электронные приемные, то есть можно обратиться в электронном виде. Все у нас молодые семьи, продвинутые пользователи, могут электронно обратиться, тут же получить информацию на свой вопрос. То есть не бояться гуглить всю информацию, которая нужна. Есть ли в Ростовской области такие программы поддержки многодетных семей, которые пока нет на федеральном уровне? Есть, мы можем этим похвастаться. Уже несколько лет мы реализуем мероприятия по поддержке многодетных семей, но не простых, а особенно. У нас есть две программы. Одна программа – это поддержка многодетных семей, у которых 10 несовершеннолетних детей. То есть те самые большие семьи, которые целенаправленно своих деток поддерживают, стараются развивать, увеличивать свою семью. Губернаторам принято решение о том, что такие семьи бесплатно, безвозмездно будут получать жилье. То есть им предоставляется не субсидия на часть стоимости, а сразу жилье. Для этого им нужно обратиться в орган местного самоуправления, написать заявление и предоставить личные документы. Орган местного самоуправления – это же личный отдел в администрации? Жилотдел, местная администрация. Предоставляется заявление, предоставляется копия свидетельства о рождении, паспорта, копия свидетельства о браке. Все остальные документы оформляет уже орган местного самоуправления. Куда-то бегать по инстанциям, что-то спрашивать. Особенно, когда у тебя 10 детей, это абсолютно нереально. Особенно в данной ситуации возникает вопрос, как же мы соберем все справки платные. Так вот это все бесплатно. Ни за какие справки платить не нужно. Никуда бегать не нужно. Дополнительно какие-то взносы, платы делать не нужно. Поэтому встать на учет в качестве нуждающейся семья с 10 несовершеннолетними детьми может абсолютно бесплатно. А в данном случае какова семья встала на учет многодетная? В какой срок она может примерно рассчитать, что она въедет в новый дом? Это тоже внеочередная поддержка? Да, это внеочередная поддержка. Очередь здесь не формируется. Есть только один фактор. Опять-таки наш пресловутый бюджет. Он рассчитывается на год и год реализуются мероприятия. Поэтому если многодетная семья решилась встать на квартирный учет, в этом году достаточно тяжело получить средства. То есть на следующий год она обеспечивается жильем. То есть в течение года это в принципе достаточно реальные какие-то сроки? В течение следующего года, да. В течение года, когда подали, ну нет, к сожалению, на следующий год, да. И сразу хотела подчеркнуть, что здесь нет ограничений, будет ли это квартира, будет ли это частный дом. Потому что в большинстве случаев такие семьи, конечно же, хотят жить на земле. Это достаточно тяжело. Представьте, семья из 12 человек с маленькими детками, все это в квартире происходит. Ну тяжело. А когда есть свой дворик, когда заборчик, который не дает сорванцам разбежаться, ну это всегда хорошо. И здесь молодая многодетная семья может свое желание высказать, что мы хотим жить на земле, и тогда уже будет или нет, или это решается не ее? В любом случае, в любом случае, конечно же, это проводятся муниципальные торги по 44-му федеральному закону. Здесь, что можно только посоветовать, сама семья, которая будет приобретаться, как обычно это происходит, они ищут тот, кто продает жилье, и за руку продавца приводят на торги. Вот, вот это висит объявление, что это жилье нам приобретается. И хорошие суммы, ну потому что, давайте считать, 10 детей плюс двое взрослых, да, по 18 метров на каждого. То есть это жилье под 200 квадратов, 50 за квадрат. Ну, то есть стоимость от 10 миллионов выделяется каждой семье. В принципе, собственники заинтересованы в том, чтобы с вами сотрудничать в этом смысле. Конечно, деньги мы выделяем реальные для того, чтобы купить хорошее благоустроенное жилье. Поэтому сказать о том, что сами муниципалитет подберет и купит то, что вот купит, нет. Семья может? Да, показывает, да, что семьи сами за ним, ну кто же заинтересован, как не сама семья, где они будут в дальнейшем жить. Они берут за руку продавца и говорят, выходи на торги. Выходи на торги. Да, 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 мы будем жить в твоем доме. Вот вы сказали, что есть одна программа по поддержке многодетных семей с количеством детей 10. И вторая, да, какая-то есть? Да, вторая, это вообще замечательная, наверное, самая любимая программа. Это те многодетные семьи, которые стали не случайны. Двойняшки, тройняшки? Никто не ждал, да, не ожидал, а у них родились тройняшки. То есть сразу за один раз семья становится многодетной. Были случаи, когда совсем молодые семьи, 25-24, думают, ну пока мы молоды, полны сил, вот нужно родить деток, да, и вот начинать своим жильем заниматься. А тут Бог дает им сразу трех деток. И семья становится сразу многодетной. Ну вот не планировали, но так получилось. Бог дал счастье такое. Поэтому опять-таки губернаторам принято решение, что такие семьи тоже вне очереди, без каких-либо условий своей оплаты, получают жилье. И можно похвастаться, что такие семьи у нас появляются ежегодно. В этом году мы уже приобрели две квартиры такой семьи. И уже планируем, у нас есть заявки уже на четыре семьи на следующий год. То есть им уже ставят, что будет тройня? Нет, они уже родились тройня. Они уже родились тройня, я думаю, что может быть уже в процессе беременности можно сказать, у меня будет тройня, и я хочу в квартиру. Есть случаи, когда программа уже действует несколько лет, и врачи в курсе, и вплоть до того, что мне прозвали, говорят, так, у нас есть пациентка. Вы же смотрите, я говорю, ну как только случится счастье, вы папу не отпускаете. Потому что папа иногда от счастья долго радуется. Вы сразу горите в нужном направлении заниматься жилищным вопросом. Потому что маме будет, конечно же, не до этого. По этим программам, по поддержке многодетных семей, которые именно в нашем регионе реализуются, людям надо обратиться в муниципалитет. А почему не в агентство? То есть агентство же занимается региональными программами, или в данном случае этими программами занимается муниципалитет? В данном случае есть особенность приобретения жилья. Как я уже сказала, жилье приобретают не сами граждане, а муниципалитет приобретает на торгах. Потому что семье предоставляется жилье по договору социального найма. В дальнейшем, если они захотят, они могут, конечно же, его приватизировать. Но первоначально жилье предоставляется муниципальное. Поэтому агентство не занимается с каждым персонально, потому что жилье приобретает муниципалитет по 44-му федеральному закону. Поэтому наши многодетные семьи должны найти время и прийти в жилищный отдел там, где они живут. Спасибо большое, Людмила Александровна, за новости хорошие, новости с ипотечного рынка, о поддержке наших семей, действительно такой многогранной, и молодых, и многодетных, и, в принципе, совершенно обычных граждан. Удачи в работе, чтобы новые программы начинали работать, которые приходят на ум, да, и старые, естественно, остались в том же объеме. Спасибо вам за работу. А я напоминаю, что сегодня мы беседовали с начальником управления реализации социальных жилищных программ Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Людмилой Зыковой. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова